Шаблоны осмотра пациентов, электронная история болезни, создание реестров выписанных пациентов, которые позволяют врачу не ждать документы об истории болезни, а сразу получить всю необходимую информацию. Вот лишь некоторые примеры использования технологии бережливого производства в Рязанской областной клинической больнице. Наиболее такой простой инструмент, с которого все начинают, это 5С. Это организация рабочего места. В эту работу активно включились наши главные медицинские сестра, старшие медицинские сестры. И это ключевое звено, это организация рабочего процесса именно в коечных отделениях, в процедурных кабинетах, в манипуляционных кабинетах. И это позволило улучшить их работу, сократить, избежать потерь времени, избежать ошибок и повысить безопасность, оказывая медицинской помощи. ОКБ, первая из круглосуточных медицинских организаций Рязани, приняла участие в федеральной программе по внедрению ЛИН-технологий. Они затронули практически все отделения, от приемного и поликлиники, до операционного и ревматологического. Упрощают работу даже очень, скажем так. Вот у нас такие таблетницы. Раздаем мы на утро, день, вечер и на ночь. После того, как мы раздали, собираем их, обрабатываем. А пациентам очень нравится, потому что тут все подписано. Своими нововведениями сотрудники ОКБ поделились с коллегами из областных и городских больниц в рамках Всероссийского форума «Бережливое производство». Гостей знакомят с теоретической частью и показывают изменения на практике. Для нас это очень познавательно, потому что в будущем мы тоже планируем реорганизовать наш приемный покой, чтобы лучше оказывать медицинскую помощь и в первую очередь, чтобы было удобство для пациентов. Конечно, у нас не настолько широкая специализация, у нас все-таки только одна гинекология, но все равно «Бережливое производство», я думаю, в ближайшее время коснется и нас в первую очередь тоже. Важным достижением ОКБ стало снижение времени диагностики пациента с 3 часов до 40 минут. Сделать это удалось благодаря оптимизации расположения кабинетов УЗИ, ЭКГ, МРТ и многих других. Также для оптимизации работы стали выдавать пациентам красные и желтые браслеты. Браслеты красного цвета, которые мы надеваем больным с реакциями аллергическими. Это очень удобно. В отделении больной идет медсестра, которая подходит к нему делать какие-то манипуляции, она уже видит, какие лекарства ему абсолютно противопоказаны. И второй браслеты – это желтого цвета. Это тоже очень важно для пациентов с большим риском падения. Например, на каталке больные в бессознательном состоянии, с риском возникновения эпиприпадка, в алкогольном опьянении. Однако останавливаться на достигнутом в Рязани не собираются. Впереди еще много нерешенных вопросов, самый острый из которых – перевозка пациентов. Для этого планируют создать единую транспортную систему. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «НГОРОД».